Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео я поделюсь с вами одной из основополагающих техник нейролингвистического программирования, которая называется шестишаговый рефрейминг. Почему я говорю, что это одна из основополагающих техник? Во-первых, потому что она предельно простая, как вы уже поняли, в ней всего шесть шагов. А во-вторых, она работает практически с любым поведенческим запросом, то есть можно с помощью этой техники изменить любое нежелательное поведение. Итак, переходим к самой технике, но перед тем, как мы перейдем к самой технике, мне очень важно оговорить о некоторых вещах. Первая вещь это вы должны верить в бессознательное, то есть если вы не верите, что есть подсознание, если вы не верите в то, что есть бессознательное, то эта техника как раз-таки работает с бессознательным, если вы в это не верите, то техника работать с вами не будет. Почему я говорю, что нужно верить в бессознательное? Потому что вокруг бессознательного и подсознания ходит очень много разных дискуссий, потому что на самом деле еще до сих пор никто не может точно сказать, где же это бессознательное в нашем мозгу реально находится. Поэтому тут стоит полагаться на веру. Поэтому давайте так, если вы верите, то делайте технику. Если вы не верите в существование бессознательного либо подсознания, то, конечно, вам стоит поискать какие-то другие способы. Дальше. Нужно уметь и понимать работу с частями личности. Что такое части личности? Части личности это, скажем так, отдельные отделы нашей психики, которые отвечают за какой-то определенный функционал. И сейчас, когда вы уже принимаете мои условия, то есть вы допускаете, что существует бессознательное и что существуют части личности, то есть некие части психического процесса, которые отвечают за какое-то определенное поведение. Итак, поехали к самой технике. Техника предельно простая. Напоминаю, что это техника трансовая, то есть здесь нужно небольшое трансовое погружение. Не обязательно делать глубокий транс, но тем не менее транс должен присутствовать. Итак, первый шаг этой техники это определить то поведение, которое вы, собственно говоря, хотите изменить. Ну или другими словами, если сказать, это запрос. Что вы хотите изменить? Какие могут быть здесь запросы? Вы хотите бросить курить, но у вас не получается, вы периодически срываетесь. Вы хотите отказаться от алкоголя, но у вас не получается. Вы хотите отказаться от вредной еды, но у вас не получается. Вы хотите научиться рано вставать, но у вас не получается. Вы хотите раньше ложиться научиться, но у вас не получается. Вы хотите перестать кричать на своих детей, но у вас не получается, вы периодически срываетесь. То есть все, что связано с вашим поведением, то поведение, которое вам не нравится, с помощью этой техники, с помощью этой технологии вы можете изменить. Попутно отвечу на вопрос, можно ли сделать технику самостоятельно. Мой ответ, да, технику можно сделать самостоятельно, но ее самостоятельно делать сложнее, нежели если бы вы ее делали с оператором. Потому что вам кроме того, что нужно следить за шагами техники, то еще вам нужно контролировать себя. А если вы помните, что такое гипноз и транс, транс это состояние измененного сознания, где мы можем периодически испытывать амнезию, потерю контроля и так далее. Мы можем регрессировать, поэтому, знаете, тут я так скажу, вы обязательно пробуйте, но если у вас не получится, можете обратиться к любому NLP специалисту. И любой NLP специалист вам может проделать эту технику. Я даже своих учеников на курсе NLP практик иногда подкалываю, говорю, если ты не знаешь шестишаговый рефрейминг, то ты на самом деле не NLP, потому что техника на самом деле очень мощная. Итак, определите какое-то проблемное поведение, условно говоря, поведение X. Дальше. Стоит установить коммуникацию с частью X, которая ответственна за поведение. Как это обычно происходит? Человек сидит, расслабляется. Я прошу его озвучить запрос. Он говорит, ну, допустим, я хочу перестать ругаться со своим мужем, он у меня такой классный, но я периодически нервничаю, и я на него кричу. Хорошо. Как у меня, как у оператора, какой следующий вопрос, если говорить о шагах техники к клиенту? Я прошу клиента, пожалуйста, сейчас попробуй обратить внимание вглубь себя и договориться найти ту часть личности, которая отвечает за это проблемное поведение. Как правило, люди либо просто направляют запрос вглубь себя, либо же они используют некую метафору. То есть, часть личности может проявиться через бессознательное в неком, так сказать, образе, в какой-то метафоре. Либо это может быть шарик, там, облако, да вообще всевозможные там предметы. У одного парня даже был таракан, у кого-то был кирпич. Ну, то есть, здесь на самом деле по-разному. Каждый человек бессознательно эту часть личности каким-то образом у себя внутри идентифицирует. И наша задача, как оператора, погрузив человека в легкий транс, попросить его установить коммуникацию. То есть, иными словами, чтобы он начал разговаривать с этой своей внутренней частью. Как может звучать запрос внутри вас, вы можете самого себя, либо саму себя спросить. Та часть, которая отвечает за поведение X, которое вы определили, выйди, пожалуйста, со мной на контакт. Отправить этот запрос внутрь себя, задать самому себе вопрос иными словами. И потом, соответственно, получить ответ. И как только вы получите ответ, что ваша часть личности, которая отвечает за это поведение, вышла с вами на связь, переходим на третий шаг. Третий шаг. Нужно отделить позитивное намерение части от поведения. Что это значит? Основная пресуппозиция NLP звучит следующим образом. Любое поведение имеет позитивное намерение. Что это значит? Что как бы человек себя не вел, то он это делает из каких-то позитивных целей. Здесь то же самое. Отталкиваясь от этой пресуппозиции, нам нужно просто задать вопрос той части, которая себя проявляет каким-то нежелательным для нас образом. И спросить, а чего хорошего ты добиваешься? Для чего ты это делаешь? Ну, допустим, если у нас девушка сказала, что я хочу перестать кричать на мужа, то потенциально ее позитивное намерение вот этой части, которая заставляет ее кричать, может быть таким, что я обращаю на себя внимание таким образом. Я вам из опыта могу поделиться. Обычно, когда работаешь с зависимостью от сигареты или алкоголя, то чаще всего... Ну, давайте так, я вам скажу еще одну ремарку. Если работать с алкогольной зависимостью, тут требуют еще дополнительной проработки, дополнительного, скажем так, инструктажа клиента. То есть, шестишаговый рефрейминг скорее сработает очень хорошо, как вспомогательная техника, если говорить про алкогольную зависимость. Но с курением очень даже хорошо работает. То есть, вот как правило, у большинства курильщиков для чего ты куришь? Что такого хорошего тебе дают сигареты? Ведь каждый курильщик на самом деле знает, что курить это вредно. Но многие курильщики отвечают на этот вопрос следующим образом. То есть, позитивное намерение этой части является таким, что я в этот момент могу побыть наедине с самим собой. Я в этот момент, когда я курю, я могу подумать о чем-нибудь более высоком. Я в этот момент расслабляюсь и так далее. То есть, мы обязательно находим какое-то позитивное намерение. Но если брать уже как метафору, пример, девушка, которая хочет перестать ругаться с мужем, позитивное намерение ее такого поведения, мы условно допустим, что она просто хочет привлекать к себе внимание своего супруга. Это нормально. Окей, мы определили позитивное намерение этой части. Обязательно здесь, во всем этом процессе, мы общаемся через человека. То есть, мы общаемся через человека с некой частью X. Это тоже такая своеобразная метафорическая игра. Дальше, переходим к четвертому шагу. Четвертый шаг является таким, на самом деле, самым трансформационным. Потому что здесь мы вызываем еще некую творческую часть. Давайте мы ее назовем, условно говоря, буквочкой T. Творческая часть, она помогает найти какие-то решения. И мы мысленно, опять же, обращаемся к творческой части. Человек ее у себя в опыте каким-то образом идентифицирует. Если вы делаете технику самостоятельно, то вы можете попросить, прямо задать себе вопрос. Так, моя творческая часть, где ты у меня находишься? Как ты выглядишь? Готова ли ты сейчас сотрудничать со мной? Какими-то такими словами, таким приблизительным образом, вы обращаете этот запрос вглубь себя. Когда вы находите ответ, что творческая часть вышла с вами на коммуникацию, то задайте ей следующий вопрос. Попросите творческую часть накреативить несколько альтернативных способов поведения для части Х. Но которые будут преследовать цель, то есть позитивное намерение этой части, но другим способом. То есть поведение будет другое. И, как правило, творческая часть начинает давать какие-то ответы. Нужно услышать хотя бы 2-3, ну может быть 4 ответа. То есть мы здесь держим фокус на позитивном намерении. Если мы берем девушку, которая хочет привлекать внимание, то ей творческая часть должна подсказать мысленно, да, опять же напомню, это работа с бессознательным, должна подсказать каких-то 3 альтернативных способа, которыми она может привлекать к себе внимание мужа. Ну, допустим, ей там творческая часть подскажет. Интересуйся тем, чем он занимается. Это один вариант. Следующий вариант, подходи к нему, когда он не занят делом. Это второй вариант. Ну и так далее. Творческая часть обычно подкидывает какие-то интересные варианты. Но эти варианты не всегда могут быть логичны. И я напоминаю, что мы здесь работаем с бессознательным. А это значит, что язык бессознательного это язык символов, метафор, звуков, ощущений. И бессознательное иногда может выкидывать нам в качестве альтернативного поведения просто какие-то, допустим, слова. Это может быть слово там космос, якорь, железо, что-то еще. Если наша творческая бессознательная выкидывает нам какие-то слова, которые мы не можем в себе логически уложить, то я рекомендую в этой технике просто спросить у этой части X, готова ли она прислушаться к творческой части и выбрать вот эти вот три слова, три слова, допустим, которые даже сильно логически не связаны с запросом. Если внутренне человек, творческая часть предложила три варианта, часть X согласилась принять на какое-то время это альтернативное поведение. То есть мы предлагаем части X с помощью творческой части найти какое-то альтернативное поведение, но чтобы преследовалось это позитивное намерение. Допустим, когда мы работаем с курением, обычно творческая часть предлагает какие-то альтернативные способы замещения. Например, чтение книг, попить водички, заниматься спортом и так далее и тому подобное. Но бывают очень странные ответы, но я могу вам сказать так, что по опыту обычно, когда приходят странные ответы, которые человек может даже не осознавать, очень важно теми же словами, которыми пришел ответ от творческой части, вернуть части X, предложить вот это поведение. И тогда мы получаем согласие, мы спрашиваем у части X, готова ли она хотя бы на какое-то время принять новое альтернативное поведение. Обычно мы договариваемся так, 2-3 недели. Потому что не всегда. Часть X, она иногда может сопротивляться и она иногда может говорить, что я не хочу такое поведение, мне мое изначальное поведение устраивает. Но наша задача, так как мы опытные коммуникаторы, договориться с этой частью, чтобы она все-таки, я напоминаю, что техника трансовая, что человек находится в легком трансе. И все-таки мы как оператор помогаем человеку с помощью лингвистики, с помощью слов, с помощью внушений, чтобы часть X, она все-таки приняла это новое поведение. И когда часть X принимает новое поведение, она говорит, да, хорошо, я согласна, 2 недели, допустим, попробовать по-новому, 2 недели попробовать по-другому. Тогда мы переходим к следующему, шестому шагу, который называется экологическая проверка. Что это значит? Это значит, что нужно задать клиенту, либо самому себе вопрос, если вы делаете сами с собой. Следующий. Есть ли какие-то внутри меня еще части личности, которые против этого нового поведения? Если ответ отрицательный, если человек не находит в своем бессознательном какие-то части личности, которые против этого поведения, тогда, соответственно, мы завершаем технику, выводим человека из транса, либо же, если вы делаете эту технику самостоятельно, то просто выходите из транса и наблюдаете за собой, и пробуете новые способы поведения. Эта техника очень-очень мощная и очень хорошо работает с оператором. Ее возможно делать самостоятельно, прям возьмите, сфотографируйте и делайте ее по шагам. Здесь очень важно, ну, скажем так, если вы работаете самостоятельно сами с собой, то транс должен быть не очень глубокий, потому что если транс будет достаточно глубокий, вы просто отключитесь и не сможете завершить работу. Вот в чем опасность. А так, в принципе, вполне реально, я на некоторые запросы иногда и сам себе делаю шестишаговый рефрейминг. Дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я напоминаю, что у нас идет конкурс комментариев, в котором мы разыгрываем книгу, и самый лучший комментатор получит от меня хорошую, качественную книгу по нейролингвистическому программированию, которую вы уже практически нигде не найдете в продаже, которая называется «Путеводитель по NLP». Если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки. Обязательно посмотрите мои другие видео на канале, потому что они не менее полезные. Ну и, конечно же, если это видео оказало на вас какое-то влияние и стало для вас полезным, поделитесь этим видео со своими друзьями. А с вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.